Русский мир Это понятие возникло в 20 веке, и, похоже, в веке 21 оно для нашей страны будет становиться все важнее. И все более ценным для нас окажется опыт тех, кто на чужбине сохранял в себе Россию, которую мы на русской земле в значительной степени потеряли. Андрей Дмитриевич Шмеман Вспоминая сегодня об этом человеке, которого уже нет с нами, понимаешь, что не зря его соратники говорили о некой его особой миссии, связанной с Россией. Миссии Шмемана. Смысл этой миссии прояснялся постепенно. Первое, что нас поразило, этот человек никогда не имел никакого гражданства всю его жизнь. Мы начали этот договор с того, что я вот такой оказался почти единственный в мире, отказавшийся взять когда-нибудь французские или вообще местные страны граждан. Во имя России не хотел, это правда, не хотел менять своего подданства. Вот почему мы и назвали фильм последней подданной Российской империи. Впервые, не мимоходом, а по-настоящему, мы познакомились с Андреем Дмитриевичем на этой, знаковой для своего времени, выставке в Кампьене, где был весь цвет русской эмиграции, приехавшей на нее не только из Парижа, но и со всей Франции, и даже из других стран. Выставка проходила в 2001 году и была приурочена к столетию пребывания в Кампьене императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. То был памятный визит. Французы восторженно встречали царственную чету. Для них она олицетворяла страну, в которой Франция, как писала тогда ее пресса, видела свою самую сильную в мире союзницу. Символом этого союза стал подаренный императором Николаем мост, закладка которого запечатлена на этой картине. Франция в ответ подарила мост Петербургу. Государь-император из уважения к стране, он надел ленту и орден почетного региона. Тогда президент Франции Любе надел ленту и звезду Андрея Первозванглова. Видимо, не случайно первая наша встреча с Андреем Дмитриевичем произошла именно здесь, на этой выставке, рассказывающей о величии императорской России. Все это показывает, на какой высоте стояла в то время Россия. И вот что ее глава, ее император, с каким почетом, с какой любовью он принялся. Вот пускай теперешние знают и во Франции, да и в России, что такое была Россия в Второй Дмитрии. В этих словах, которые произнес Андрей Дмитриевич, не просто скорбь об ушедшем былом величии Родины. В них звучит вера в то, что великая Россия, несмотря на великие потрясения, не умерла. Этот голос хорошо знал и часто слышал Николай Эдуардович Шмемен, дед нашего героя. Вот как рассказал нам позже о своих корнях сам Андрей Дмитриевич. Мы немецкого происхождения. Мой прапрадед, он перешел на русскую службу в Россию. В Гринляндии Россия была. И потому все очень легко переходили на русскую службу и становились русскими людьми. И вот уже мой дед, мой дед был крупный сановник. Он был член Государственного совета, сенатор, действительный тайный советник, то есть уже почти самый высокий чин. И так что уже он освоил всю русскость, которая на него повлияла в России. По линии матери Андрей Дмитриевич принадлежит к роду Шишковых. Моя русскость такая где-то глубокая идет, конечно, скорее всего от нее. Анна Тихоновна Шишкова. Старый дворянский род. Поколение Шишковов идет оттуда. Так что Шишков одновал, считается у нас в семье, висит его портрет. Сохранить традиции своего служивого рода. Но как это сделать, когда гигантская мировая катастрофа взорвала, разворочила, перевернула, перестроила и перемешала всю жизнь? Офицеры Семеновского полка, август 1914 года, проводы на фронт. Эта фотография нашлась в одном из частных архивов Парижа. В центре ее мы разглядели женщину в шляпе, за ней пожилой мужчина. И рядом два офицера. Это Шишковы. Не узнать Анну Тихоновну было невозможно. Стоит сравнить ее будущие снимки с этим лицом, чтобы убедиться, ошибки быть не может. Еще нет особой тревоги на лицах. Война только началась. И никто еще не представлял ее будущих масштабов. Здесь Анна Тихоновна уже сестра милосердия. Два брата рядом. Один будет ранен, другой убит. Трагическую весть об этом принесет ей однополчанин братьев Дмитрий Шмемен, будущий отец нашего героя. Здесь он снялся с братьями Шишковыми, разумеется, не ведая о том грядущем бое, который отнимет жизнь одного из братьев, ранит другого, и в котором сам Дмитрий будет контужен. Еще не оправившись от контузии с тяжелым сердцем, явится он в дом Шишковых. Мой отец не готовил себя к военной службе. Но случилась война, и, конечно, он сразу пошел в Пажевский корпус на ускоренные курсы. И он поступил в Семеновский полк и всю войну провел в Семеновском полку. Он вошел в семью славного Петровского полка с большой историей. И, конечно, очень полюбил, и полк полюбил, и товарищей офицеров, с которыми он там жил и воевал. В этой полковой среде, с которой он породнился, он обрел для себя и спутницу всей своей жизни, Анну Шишкову. Общее их горе, она потеряла брата, он боевого друга, соединит их. А начавшаяся смута и революция ускорит брак. Надо было срочно возвращаться в полк. Где-то, возможно, в этой толпе находился и отец нашего героя. Война с Германией еще продолжалась, но полк уже не назывался Семеновским. Революционная власть все царское упразднила. В страшные годы смуты каждый решал сам за себя, на чьей стороне он будет. И солдат, и офицер. Капитан Дмитрий Шмеман остался с полком. Когда Юденич сильно наступал на Петроград, и уже известно даже, что был виден Исаакиевский собор, то есть мой отец попал с этим полком, который сразу перешел, конечно, на сторону Белых. Весь полк. Потом уже в изгнании, в знак уважения к отцу, в полковое объединение Семеновцев примут и его сына Андрея. Он даже станет секретарем этого объединения во Франции. Здравия желаем, Ваше Величество. Почему-то этот мальчик, родившийся уже не в России, а в изгнании, решил, что голос свергнутого и убитого царя, которому присягал его отец, звучит и для него. Главная идея – быть верными присяге родителей, скажем так, поскольку мы сами не присягали присяге родителей. Вот из таких для кого-то странных идей родилась она, эта миссия Шмемена. Эта фотография сделана в Эстонии, где и появился на свет наш герой в 1921 году. Причем не один, а вместе со своим братом-близнецом, у которого, как оказалось, в мире тоже была своя важная миссия. Их сестра родилась раньше их, еще в Петрограде. Елена, Александр и Андрей – дети, родившиеся в годы войны, смуты и революции. Сестра вскоре умрет, там же в Эстонии, в праздник Рождества. И потом каждое Рождество, всю свою жизнь, они вспоминали о своей Еленушке. Той девочке, что когда-то любила играть с ними, как в куклы. Эта фотография сделана уже во Франции. Мы приехали в Париж в 1929 году, а тут поселились уже в 1930-м. Это тот дом, где мы прожили главную часть эмигрантской жизни моих родителей и моих. Нам с братом было тогда 9 лет. 9 лет поселились в этом доме на пятом этаже, две комнаты, квартира с балконом. Ну, родители, конечно, что-то делали, но очень было, конечно, трудно им устроиться. Но поколение моих родителей, никто не брал никогда гражданство. Человек родился русским, великая страна, ты являешься ее законнейшим членом, и вдруг ты становишься французом. Родители Андрея Дмитриевича французами стать не захотели, до самой смерти оставаясь русскими беженцами. Моя мать, она занималась с детьми, это было сравнительно легко. А мой отец прошел много мытарств. Он продавал бензин, потом продавал вино. Даже было время, когда он убирал какой-то ночной кабак. Я тут прожил до 44-го года, когда женился. А мой брат до 43-го, он раньше меня на год женился. Из воспоминаний Ульяны Оссоргиной, жены брата. Когда я начала регулярно бывать в их доме, я была очень молода и впечатлена семьей Шмана. Отец угощал гостей чаем, шутил и развлекал их, помогал жене, чем мог. Убирал квартиру. И потом звал ее, Анна, сделай перерыв и давай сыграем в четыре руки. И эта игра в четыре руки, такая живая, даже страстная, доставляла мне особую радость. Как легко было в этом городе забыть о том, что ушло, что возвратиться не может. И вписать свою жизнь в этот уютный мир парижан, имеющий вкус к жизни, к легкости, к празднику, который всегда с тобой. Тем более иногда помогали и обстоятельства. Однажды шмэманы выиграли в лотерее 125 тысяч франков. В то время целое состояние. Они сразу же раздали все долги, подарили по курице всем друзьям и родственникам и купили сыновьям новые ботинки и костюмы. Это было очень кстати, потому что их родственники Шишковы, тоже беженцы, обосновавшиеся в Белграде, пригласили их к себе в гости. И вот в своих новых костюмах братья поехали вместе с родителями на каникулы в Югославию. Высоких, красивых, 17-летних юношей с восторгом встретили их юные кузины. Пока они были в Белграде, Германия вторглась во Францию. И Гитлер получил возможность по-хозяйски осматривать еще одну покоренную столицу. Семью Андрея Дмитриевича, вернувшуюся в свою парижскую квартирку, ждало новое испытание. Немцы, когда была оккупацией, нас потребовали к себе, говорят, что у вас немецкая фамилия, хотите стать фолькстойчами? Никаких. И это даже было немножко опасно, понимаете. Потому что когда они вас вызывают к себе в комендатуру, они решили нас сделать немцами. Мы, так сказать, решительно отказались. И это требовалось, может быть, не колоссального, но в тот момент известного мужества. Потому что если мы французами не хотели никогда быть, так это никто их не заставлял. Он не хочет, не хочет. А здесь те могли, так сказать, конечно, какое-то воздействие. Но мы устояли. Воспоминания жены брата Андрея Дмитриевича, Ульяны Осоргиной и Шмеман, раскрывают то, чем была наполнена жизнь братьев с самого отрочества. Андрей все более увлекался идиллической полувоенной жизнью в кадетском корпусе. Вот он, как птица, расправив крылья в центре пирамиды. Все чаще говорил он о своем желании принять участие в освобождении России и необходимости готовиться к этому событию. Александр же больше интересовался церковью и ее верой. Он любил ходить в церковь, прекрасно знал службы. Но что гораздо важнее, в его душе зарождалась личная связь с Богом. Известная кинохроника, запечатлевшая русских кадет в довоенной Франции. Рассматривая ее кадр за кадром, мы с радостью обнаружили наших героев. Третий в первом ряду Андрей. А здесь, похоже, они идут рядом, Андрей и Александр. Андрея узнать легко. Он, как и многие из его товарищей, всю жизнь мечтал стать русским офицером. Увы, его мечте не суждено было сбыться. В реальной эмигрантской жизни его работа будет связана с совсем иной сферой. Администратор небольшой художественной галереи сугубо гражданское лицо. А это Александр. Он тоже воспитывался в русской военной традиции. Но его ждала совсем иная, чем у его брата судьба. Закончив Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, Александр впоследствии достигнет самого высокого священнического сана, протопресвитера. Он уедет с семьей на другой континент и станет одним из отцов-основателей поместной православной церкви в Америке. Приобретет там известность как замечательный проповедник и один из самых крупных богословов 20 века. Параллельные линии жизни братьев. Одна вера, одна кровь, одно воспитание. Но такие разные направления взоров. Позднее сын протопресвитера Александра Шмемана Сергей вспоминал. Мой отец и дядя Андрей только в вопросах церкви были едины, а отличались в подходе ко всему, к литературе, к России, к Франции. После шести лет жизни в Америке отец Александр решился принять американское гражданство. Это было важно для его миссии, миссии русского богослова и просветителя. Понимая выбор брата, Андрей Дмитриевич остался верен своему выбору. Если бы я взял бы гражданство Франции, то этим я бы отказывался от своего и был бы морально бы низвергнут. И сколько же лет вы уже человек без паспорта? Мне вот 80 лет будет в сентябре. Вот столько лет я и без паспорта, понимаете. Многие не понимают, вы знаете, что ты, ей-богу, ну что, ну какое-то имеет значение, какая у тебя бумага, какое-то, что. А вот теперь ты сидишь в калоши, что верно. Во время съемок мы сделали Андрею Дмитриевичу многозначительный подарок – обложку российского паспорта с двуглавым орлом. И оказалось, угадали его давнее сокровенное желание. Исторический момент. Я через год буду гражданином свободной российской страны. Так это вот начало сегодня. Чаще всего с Андреем Дмитриевичем мы встречались здесь, на бульваре Эксельманс, в небольшой домовой церкви, устроенной беженцами еще до войны. Андрей Дмитриевич более полувека на общественных началах исполнял в ней обязанности церковного староста. Здесь же размещалось объединение русских кадет во Франции, главой которого долгие годы был Андрей Дмитриевич. Русские приезжали, выехали из России, бежали из России, как бы остались без всего. И первым делом им нужно было как-то объединяться, чтобы найти что-то общее, иметь свою силу. И вот создавали такие помещения, старались найти. Конечно, купить-то они могли, нанимали, кто дом, кто старый какой-нибудь цех или что. И там прежде всего устраивали церковь. Это уже так повелось, русский человек устраивал церковь. И потом в этом помещении вместо собраний зал какой-нибудь или что. И вот этот дом, он имеет все, и церковь внизу, и вот наверху мы имеем это помещение, этот зал. Здесь наш герой познакомил нас со своими друзьями-кадетами. Общая мысль вообще эмиграции была, это что-то сохранить, и когда настанет время, передать. Что кадеты могли сделать? Кадеты могли передать их воспитание, и что они получили от старой России. Это был корпус как раз императора Николая II, которым мы все учились. Как и 70 лет назад, во главе строя Версальских кадет, их командир Андрей Шмеман. Смирно! И вот кадетское объединение наше, и все кадетские объединения в мире решили помочь воссозданию в России кадетских корпусов. Мы поддерживаем такой второй Донской кадетский корпус в Ростове. Он тоже Николая II. В корпусе нас, естественно, воспитывали и готовили для России. Но для России, чтобы ей послужить, принести ей пользу. И вот это было, конечно, у всех желание, и у всех было в голове. Нет, это очень-очень хорошее воспоминание. Это нас действительно всех сделало настоящими русскими. Более, может быть, русские некоторые из нас, чем живущие в России. Конечно, вот в помощь к воспитанию детей родителям были созданы такие организации, которые помогли большому количеству русских мальчиков, девочек стать русскими людьми и говорить по-русски, и знать, и любить Россию. В частности, все организации национальные Витязи, в которой я очень много и долго состоял. Сперва даже как мальчик, потом работал как инструктор, руководитель, и в конце концов даже возглавлял ее в течение 10 лет. Витязи были очень такого типа русского национального. А как мы любили петь! Это радость за костром сесть. Ну, такие хорошие старые русские песни. Много таких есть хороших военных, патриотических, которые поднимают дух. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спален, Москва спаленая пожаром, Францию францию замазана». Бородино, вот все знают, поем, поем, шумим. И потом всю жизнь ни один праздник не обходился у них без русских песен, без воспоминаний о России. Мой отец, петербуржец, обожал этот город. В том же доме жил такой генерал Бен у нас. Так они, да, садились друг против друга, и отец говорил ему, «Боже, прежде всего, а как вы бы прошли от такого пункта в такой пункт?» И тот ему рассказал, а он поправляли друг друга. «А знаете ли вы такой перевод?» «Не хочешь, сейчас он так о России много говорили, и колыхнул за что-то. Битву за вечную Россию». Эта любовь к вечной России определила даже марку автомобиля, на которой он ездил по Парижу. «Жигули» — это как раз родина его матери, Волжанки. В недавно изданных в дневниках отца Александра тоже встречается это выражение «вечная Россия». Но слово «вечная» всегда стоит в кавычках. И кавычки эти не случайны. Отец Александр хотел смотреть правде в глаза. И суровая правда ему казалась такой. К началу 20 века Россия потеряла душу. С той же беспощадной трезвостью отец Александр оценивал явление, которое он назвал эмигрантским мифом. В эмигрантском мифе поразительна и его иллюзорность, и его сила. Или, вернее, их сочетание. Чем иллюзорнее миф, тем он сильнее. Убежденность, жертвенность, энергия, с которой люди действуют во имя совершенно иллюзорных дел, какого-нибудь общекадетского съезда, поражает своей полной ненужностью. Ежегодная церемония вважения вечного огня у Триумфальной арки в Париже. Чтя память своих отцов, участников Первой мировой, русские кадеты считают своим долгом принимать участие в этом ритуале. Может быть, и правда, Родина стала для этих людей неким мифом или сновидением. Может быть, она, эта вечная Россия, только их греза, помогавшая тянуть лямку будни. Как относился Андрей Дмитриевич к этим суждениям брата? Мы этого не знаем, потому что рассуждать и богословствовать Андрей Дмитриевич не любил и всегда отказывался. Потом будет такой сидеть, как пифия такая, и говорить, и говорить, и говорить на все темы. В дневнике отца Александра есть такая запись. Прощание с Андреем всегда веселое и бодрое, а на глубине мучительный отрыв, потому что близость с ним и для меня, и для него превосходит всякое разумение. Из дневника видно, что этот мучительный отрыв был не только физическим. Одна запись особенно выразительно раскрывает глубину этого отрыва. Она касается православного храма во имя Александра Невского на улице Дарью в Париже. Здесь хранится икона Семеновского полка того самого. Дети Семеновского полка. Ведь этот полк познакомил их родителей. Полковой собор в Петербурге взорван, знамя полка, хранившееся там в тайнике, исчезло. Державный шеф полка расстрелян вместе со всей царской семьей. Только эта маленькая икона вдали от Родины до группы очень пожилых людей перед ней, называющих себя Семеновцами. Из дневника отца Александра. Семеновский праздник. Семеновский праздник. Нас с детства водили в этот день над полковой молебен на Рю-Дарю. Сначала было много народа, потом все меньше и меньше. А теперь стоит на молебне в освященном храме с полным хором один Андрей. Вот она, верность как таковая, безотносительно к тому, чему она верна. Миф в чистом хрустальном виде. Я долго в эти дни об этом думал. Что это за сокровище? Что притягивает к себе? Детство? И правда что-то детское и трогательное было в этом человеке. Может быть поэтому мы попросили однажды Андрея Дмитриевича попозировать нам на этой детской карусели, которых так много в Париже. Андрей Дмитриевич смиренно выполнил нашу просьбу. Из дневника отца Александра. Когда он перестанет устраивать этот молебен, что-то кончится. Что именно? Не Семеновский полк, конечно, которого нет уже 50 лет. Некая платоновская идея. Когда отец Александр записывал эти слова, ему было 57. Через пять лет его не стало. Андрей Дмитриевич пережил брата на 25 лет. Это были для него трудные годы. Мы с ранних лет все вместе, вместе, вместе. Я вот ношу черный галстук в траур по нему, когда он умер. Для меня было очень тяжело. Хотя мы к тому времени уже разъехались. Он уже был ректором Академии Духовной в Нью-Йорке, а я тут скромно жил. Книги отца Александра и его голос в России знают многие. В советское время, когда у нас всем внушалось, что церковь скоро регулярные церковные проповеди отца Александра несли по радиоволнам на родину благую весть. И в конечном итоге выходит, что невзирая на мучительный отрыв братьев друг от друга, они оба участвовали в общем деле, необходимом России, каждый по-своему. Своим стоянием, безупречным нравственным авторитетом, наш герой связывал поколения и организации русских людей на чужбине. Вопреки извечной тяге распада, он, насколько ему позволяли его силы, пытался соединить их, часто не только рассеянных, но и расторгнутых разномыслием. Кадетские объединения, витязи, объединение гвардейцев, движение за православие русской традиции в Западной Европе. В этом всем он участвовал и это все сопрягал. Шмейманы в нашей эмиграции заслужили многого, очень многого. благодаря радиообещанию отец Александр стал всем известен в России и пили его замечательные слова. Андрей здесь смирно стоял, как он часто говорит, смирно, смирно стоял. Он считал, что у него какая-то миссия. Это ему родители передали миссия держать высоко русский флаг и крест наш православный. Нельзя изменить даже невольно присяги своих родителей, лежащих на этом кладбище, где ныне упокоился и он сам. Страшно передать, пусть нечаянно, русское знамя в чужие безразличные руки. Желая стать гражданином страны, вернувшей себе имя Россия, Андрей Дмитриевич не спешил свое желание воплощать в жизнь. Так непросто было ему сыну белого офицера входить под этот большевистский символ. А вдруг все снова или наоборот и что же, я опять несусь в новую эмиграцию. У многих еще это сидит, сидит, как в посольство идти, как в теперешнюю Россию, а что бы мой отец сказал, понимаете, то есть который был в белом движении, воевал, боролся, что бы ему отец сказал. Он умер 40 лет тому назад, было одно, а теперь вот как и мы многие из нас по-другому мыслим на основании того, что мы видим, я очень пристально присматриваюсь к той стране, в которой я хочу быть полным, полноправным членом. Туманно было наше будущее, нам только говорили о великой России в прошлом и никаких не было у нас гарантий, что мы когда-нибудь ее снова увидим. И вот теперь мы, нас немного осталось, но мы те, которые будучи воспитаны в любви и уважении к России, мы должны Бога молить, что мы дошли наконец до того момента, когда Россия снова становится потихонечку великой и мы участвуем в этом деле. Миссия Шмемена оказалась в том, чтобы строить мосты, соединяющие русские берега. И так естественно было нам снять его последнего подданного несуществующей империи на мосту, подаренном Парижу Николаем Вторым, императором, которому присягал его отец. И эту присягу, как величинную грамоту Российской империи, послом, который он себя чувствовал, наш герой передал дальше на родину. Настал момент признать, что теперешняя Россия возрождается и становится той Россией, которая существовала 2000 лет, если не больше. Когда президент России находился с визитом во Франции, произошла эта знаменательная для нашего героя встречи. Уважаемый Андрей Юрьевич, вы для меня не менее важные персоны, чем мои коллеги. Смотрите, что происходит. Хорошо. Мы знаем, насколько драматическими были события XX века, что в результате этих драматических событий миллионы наших соотечественников оказались за пределами своей Родины, за пределами России. Подавляющее большинство из них продолжало жить проблемами своей страны и проблемами своего народа. Радовалась вместе с нашим народом успехом России, переживала ее неудачи. Мы знаем, что вы на протяжении всех этих лет поддерживали связь с Россией и сейчас занимаетесь активно возрождением кадетских корпусов, кадетского движения. что же было самым главным в том, что сделали эти люди для нас, живущих в России? Глава государства искал и нашел слова, чтобы выразить это главное. Я твердо убежден в том, что ваш опыт, знания и самое главное душевное состояние, которое вы хранили все эти десятилетия, оно их предь будет служить нашей Родине. Это скромный символический жест, но мне кажется, что он исполнен глубокого смысла. Я бы хотел вручить вам паспорт гражданина Российской Федерации и выразить вам слова самой сердечной и самой искренней благодарности за то служение стране, которое имело место все эти годы. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня, конечно, для меня особый путь. Всю мою сознательную жизнь я ждал этого времени. Его душа словно знала, что все это будет, и мост через историческую пропасть, и воссозданный указом президента царские гвардейские полки Преображенский Семеновский. И возрождение великой России. Оно тоже произойдет. тем, кто занимается документальным кино, даровано это привилегии. Иногда видеть свои придуманные сюжеты воплощенными в жизни. Мне уже давно подарили такой кукляр. Я взял сегодня, чтобы положить к нему. Я потом посмотрю, все ли там правильно. Я надеюсь. меня сейчас спрашивают, а что изменилось для тебя в этой жизни? Это может понять в общем только человек, который родился и всю жизнь прожил беженцем. Беженцем это что-то такое второстепенное, неполноценное. И вот переход с этого неполноценного на быть гражданином великой державы, великой России, которой мы в голове, конечно, все считали себя ее подданными, но здесь это фактически случилось. И моя дочь одна мне говорит, не мне, она сказала моей жене, ты знаешь, папа как-то изменился с тех пор, что он взял паспорт. Я не знаю, в хорошую сторону или в плохую. Я еще поймаю зашиворот, что она в этом понимает. Но я-то понимаю, конечно, я даже хожу по улице, вхожу в автобус или вообще где-то появляюсь, я чувствую, понимаете, что я что-то и кто-то. Ну, с Богом. Увидимся все, да? с Богом. С Богом. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok